Сегодня мы вам представляем нашу очередную литературно-музыкальную композицию, которая идёт вообще уже в течение нескольких лет под общим заголовком «Имя этой теме». Всё о любви. Имя этой теме – любовь. Всё, что мы докладывали раньше и то, что мы вам покажем сегодня, это всё исключительно о любви. С любовью о любви. В литературно-музыкальной композиции, которую мы сегодня представляем, пять главных действующих лиц. Три женщины и двое мужчин. Два мужских лица – это поэт Павел Антокольский и молодой артист, будущий, знаменитый режиссёр Юрий Завадский. Но они в нашей композиции безмолвные. О них только говорят. Два женских лица – Сонечка, актриса Московского художественного театра Софья Евгеньевна Голидей и сама Марина Цветаева. Но есть и третье женское лицо – это читательница, взволнованная прочитанным. Прочитанным как в книге Марины Цветаевой «Повесть о Сонечке», так и в письмах Сонечке, артисту Василию Ивановичу Качалову. Композиция, которую вы сейчас услышите, создана по рассказу Любови Николаевны «Непрекаянная душа». Она-то и является той взволнованной читательницей, о которой я только что сказал. Она и будет читать то за Марину, то за Сонечку, то сама за себя. Мне придётся читать иногда общие такие обезличенные места, иногда мысли читательницы, а порой и за Марину. Надеюсь, вы быстро привыкнете к тому, что Марина Ивановна будет иногда говорить мужским голосом. Марина Ивановна 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 Презону пенье птиц, где цвет полей, где серот луны блеск зорнит. Все унесло ты с тобой, и солнца свет, и любовь, и покоился. Все, что дышало тобой, и солнце свет, и любовь, и сладкие сны. И солнца свет, и любовь, и солнца свет, и любовь, и сладкие сны. Все, все прошло. Субтитры создавал DimaTorzok На дворе 1919 год. В России гражданская война. В Москве, где проходит действие голод и холод. В большой квартире профессора Ивана Владимировича Цветаева, основателя Московского музея изобразительных искусств Мини Пушкина, при основании он назывался музеем изящных искусств. Вот в этой квартире живет его дочь Марина. Ей 26. У нее две маленькие дочки. Шестилетняя Ариадна Аля и двухлетняя Ирина. Цветаева вываривает как картошку в самоваре и кормит этой баландой детей. Больше ничего нет. Три года не ели сахара. Цветаева рубит мебель, чтобы бросить ее обломки в печку и согреться. Но при всей этой внешней беспросветности атмосфера книги, которую она напишет, очень оптимистична. Вокруг послереволюционная разрука, голод, одичание и одновременно обновленная революция атмосфера, появление молодой поросли, одаренной терско-мыслящей молодежи, которая ищет новые художественные средства, выражения, новые поэтические и театральные языки. Марина Цветаева ежедневно общается со студийцами, молодыми актерами Московского художественного театра Сонечкой Галидей и Володечкой Алексеевым. Окружена вахтанговцами. Магический круг вахтанговской третьей студии, как скажет Ариадный Эфрон. Вахтанговцами Павликом Антокольским и Юрочкой Завадским. Марина вовлечена в мир театра. Она, как и всегда, увлекается людьми, загорается новым делом, пишет романтические пьесы для театра. С грустью замечу, что если в наши дни вахтанговцы ставят святаю, то тогда театр ее пьес не заметил, прошел мимо. Итак, две комнаты большой коммунальной квартиры. В остальных комнатах этой квартиры живут люди, которых вселили в нее после уплотнения. Муж Марины, белый офицер, пропал где-то на фронтах гражданской войны, и она о нем ничего не знает. Марина пишет стихи и пьесы для нового революционного искусства, в которые верит и она, и ее более молодые друзья, 22-летний Павел Антокольский и 24-летний Юрий Завадский. Сонечка, Павлик и Юрий приходят домой к Марине, говорят и не могут наговориться и излить душу. И все их разговоры о жизни и любви. Разговоры заканчиваются поздно ночью. Уйти домой нельзя. В ночной Москве ходить по улицам опасно, и они остаются ночевать в холодных комнатах в Борисоглебском переулке. Только, пожалуйста, не ищите в их отношениях ни лесбийской, ни гейской любви, как это делают некоторые исследователи Цветаеведы. Но там, безусловно, была огромная любовь. Там было великое родство дух. И сама Марина писала так. По существу действующих лиц в моей повести не было. Была любовь. Она и действовала лицами. Эти встречи вскоре закончатся. Сонечка уедет в Новосибирск, в театр юного зрителя. Потом она выйдет замуж и будет кочевать с мужем по провинциальным театрам. Разойдутся пути Марины и с Антокольским, и с Завадским. Но след от этих встреч в 1919 году останется неизгладимым. Софья Евгеньевна Галидей умерла в 1934 году в 38 лет. А Марина Цветаева написала о ней свою повесть, когда узнала о ее смерти в 1937. Вскоре повесть о Сонечке была опубликована во Франции, в журнале «Русские записки». Там же были опубликованы ее стихи о Сонечке. Для жителей СССР это издание осталось незамеченным. Повесть о Сонечке вышла в Москве только в 1976 году. Впрочем, до 60-х годов ни стихов, ни прозы Марины Цветаевой не печатали. Много времени прошло с тех пор, а образ Сонечки, созданный великой Мариной, Остается живым. Непрекаянная душа Сонечки будет души, Взметает чувства. Непрекаянная душа Сонечка Непрекаянная душа Сонечка Я бы душу отдала, чтобы душу отдать. — Сонечка, я бы хотел, чтобы после моей повести в тебя влюбились все мужчины, изревновались к тебе все жены и страдались по тебе все поэты. — Однажды меня спросили, чем вас так заинтересовала повесть о Сонечке? Почему именно она? Что в этом интересного? Любовь женщины к женщине. — Меня настолько поразил этот вопрос, заданный человеком, многочитающим и любящим книгу, что мне захотелось на него ответить. Может быть, этот мой ответ будет интересен и другим. Из всей прозы Марины Цветаевой повесть о Сонечке представляет особый интерес. И не только потому, что это ее последняя самая крупная работа, это еще и автобиографическая повесть. Очень точное свидетельство поэта о себе и о времени, которое то и дело безжалостно врывается в повествование о любви. Да, это повесть о любви, но не женщины к женщине, а о такой, какую мечтает испытать и в какой хочет воплотиться каждый. Но далеко не каждому это удается. В повести ее олицетворением является женщина, именем которой она названа Сонечка. Но это и повесть о самой Марине, и о театре, и об одиночестве, и о непрекаянности души во все времена, и, может быть, особенно во времена исторических катаклизмов, когда никому вообще нет дела до души, которая, как это ни странно, именно в такие времена живет наиболее интенсивно. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Именно в такое время, первые, самые трудные, после революционные годы, происходит действие повести. И еще эта повесть – подвиг души. Яркий пример чуда любви. Единственного условия бессмертия человека. Она была написана спустя почти 20, а опубликована в СССР через почти 60 лет, после описываемых событий. И произошло чудо. Мало кому известная большую часть своей творческой жизни, проработавшая в провинции, давно забытая и давно уже умершая театральная актриса Софья Евгеньевна Галидей, была вторично явлена миру. И чудом этого воскресения и бессмертием своим она обязана любви и памяти Марины Цветаевой. Ко мне Сонечка пришла немного раньше повести. Еще до нее я знала цветаевские стихи к Сонечке и читала сам издательские письма Марины Цветаевой и Канни Тесковой, ее чешской подруги. Из писем Марины Цветаевой 16 июля 1937 года. Пишу свою Сонечку. Это было женское существо, которое я больше всего на свете любила. Может быть, больше всех существ, мужских и женских. Моя Сонечка должна остаться. Из писем Марины Цветаевой 17 сентября 1937 года. Все лето писала свою Сонечку. Повесть о подруге, недавно умершей в России. Даже трудно сказать подруге. Это просто была любовь. В женском образе. Я в жизни никого так не любила, как ее. Это было весной 1919 года. И с тех пор все спало, жило внутри. И весть о смерти всколыхнула все глубины. А может быть, я спустилась в свой тот вечный колодец, где все всегда живо. Сонечка. 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 духа. Стремясь постичь гору чужой высоты, каждый раз поднимаясь хоть чуточку выше, начинаешь видеть больше и дальше. Охватывает такой восторг от увиденного, что хочется немедленно поделиться им за другим. Книги, музыка, живопись, театр дают нам возможность, оторвавшись от плоскости быта, подняться на гору бытия. Театральное искусство из них самое эфемерное. Актер выносит на сцену самого себя, дарит самого себя, не оставляя после себя никаких материальных следов. Поэтому в нем настолько велик эффект присутствия. И даже запечатленный на пленку спектакль не передает той атмосферы, которая возникает и находит отклик в душах людей, сидящих в зале, если на сцене божественно царит артист. Из письма Софьи Евгений Калидей к Василию Ивановичу Качалу. Когда вы ходите на сцену вы, начинается чудо, таинство, преображение. И тогда я ощущаю этот холод, восторга, трепета. И душа – это уже старомодное слово, но вы не улыбнетесь, я знаю – делается огромный, разбуженный, как в пасхальную ночь, когда поют «Христос воскресе». Тем, кому не довелось увидеть чудо, остается верить на слово. И не без некоторой доли недоверия и скептицизма слушать или читать о том, как неистовствовал зал при каждом появлении кумиров на сцене, как их часами ждали у входа, чтобы на руках донести до пролетки, как смертельно влюблялись в них, благодарные за подаренное ими, ни с чем не сравнимое счастье, открытие собственной, да то ли дремавшей души. Из письма Софьи Дени Галидея к Василию Ивановичу Качалу. Когда надо осветить какой-то уголок своей собственной души, а ведь не все знают, где ей надлежит быть, ведь ни в одной анатомии не указано, тогда приходите вы, как хозяин, и приносите потерянный ключ от дорогого рояля. Я никакими словами не могу передать, как это глубоко осмысленно и волнующе прекрасно, что есть на сцене момент, когда никто никак не может ни сыграть, ни рассказать о себе сам, ни даже знать о себе, а делаете это вы. Благодарю Бога, благодарю жизнь за каждую минуту, когда вижу вас на сцене. Устав от повседневных забот, от жизни, как она есть, устав бороться с людскими низостями, душа отдыхает на творениях великих и преисполняется нежностью и благодарностью за откровение, что эта же самая жизнь и эти же самые люди могут быть и даже бывают прекрасны. После этих писем Сонечка перестала быть для меня только литературным персонажем. Она обрела плоть и кровь в моей душе стала родной и близкой. А главное, из этих немногих песен стало ясно, что Сонечка – не плод воображения, а реальная, очень яркая и интересная, талантливая и незаурядная личность, понятие, постичь которую, дано немногим. Марина Цветаева, не без некоторого удивления, писала о ней. «Раз в жизни я не только ничего не добавила, а еле совладала, то есть получила в полную меру всего охвата и отдачи. Сонечка, Софья Евгеньевна Галидей, родилась в 1896 году в семье обрусевших, матери – итальянки и отца – англичанина. Родители её были музыкантами. Мать – пианистка, которую в детстве слушал Антон Рубинштейн и высоко оценивал её способности. Отец, по одним сведениям, тоже пианист, ученик Антона Рубинштейна, а у Цветаевой он устами Сонечки – скрипач». Мой отец был скрипач Марина, бедный скрипач. Он умер в больнице, я каждый день к нему ходила, ни минуточки от него не отходила. Он только мне одной радовался. Я вообще была его любимицей. Да, я забыла сказать. Галидей – есть английское – holiday, воскресенье, праздник. Сонечка Галидей – это имя было к ней привязано, как бубенец. В семье было три дочери, все три красавицы. Но две старшие были высокие, стройные, голубоглазые, фарфоровые, златовласые. Настоящие английские леди. Младшая же совсем наоборот – чернушка, маленькая, смуглая, с двумя длинными чёрными косами и с огромными прекрасными, карими, почти чёрными глазами, с длинными, очень пушистыми ресницами. Были огромные очи, очи созвездия весы. Разве что Нила короче, были две длинных косы, Ну а сама – меньше можно. Всё, что имелось длины, в косы ушло, до подножия, в очи двойной ширины. Сонечка Галидей окончила Санкт-Петербургскую Маринскую гимназию и пошла работать в театрах. Она была совершенно невероятно талантлива. Актриса, как говорят, милостью Божией. Но из-за своего очень маленького роста и совершенно детского вида не могла полностью реализоваться на сцене. Ей предлагали роли девочек и мальчиков. А по своему таланту, по своей творческой и человеческой сути, она была героиней. В роль ей было необходимо вложить всю свою страстную и метущуюся душу. Я бы душу отдала, чтобы душу отдать. Пожалуй, это было главной Сонечкиной чертой, определявшей её сущность и образ жизни. Страстная и восторженная влюблённость в жизнь, в людей, в их красоту внешнюю и внутреннюю. Она не представляла себе жизни вне такого состояния. Из письма Василий Ивановичу Качалу. Можно потерять многое. Очень ценное, очень любимое. Но страшнее всего перестать воспринимать окружающее, утерять способность волноваться, видеть, слушать. Я не могу жить с мёртвой душой. Но мне нечего и некого любить теперь. Нечего восхищаться так горячо, ярко, каждым биением сердца. В поисках такой возможности она металась от одного провинциального театра к другому. И везде выделялась своей талантливостью и яркой индивидуальностью. В одном из таких театров её приметил Станиславский. Привёз в Москву и ввёл в спектакль. Его третья часть, которую играла Голидей, была по Достоевскому. «Белые ночи». То ли не играя вовсе, то ли всерьёз, насмерть играя, а больше всего играя концами коз, кстати, никогда не перевязанных лентами, самоперевязанных, самоперекрученных, природно, или прядями у висков играя, отстраняя их от ресниц, забавляя ими руки, когда те скучали от стула. Вот эти концы коз и пряди у висков и вся Сонечкина игра. Сонечку знал весь город. На Сонечку ходили. Ходили на Сонечку. А вы видали? Такая маленькая, в белом платьице, с косами. Ну, прелесть! Имени её никто не знал. Такая маленькая. Ландыш. Ландыш белоснежный, роза маленькой. Каждый говорил ей нежно. Моя маленькая. Марина, когда я умру на моём кресте, напишите эти ваши стихи. Такое изумительное стихотворение. Она была маленькая не ростом. Не только ростом. Мало ли маленьких. И маленькость её была самая обыкновенная. Четырнадцатилетней девчонки. Её беда и прелесть были в том, что она этой четырнадцатилетней девчонкой была. А год девятнадцатый. Сколько раз, и не стыжусь этого сказать, я до наш с ней короткий век жалела, что у неё нет старого, любящего, просвещенного покровителя, который бы её в своих старых руках держал, как в серебряной оправе. И одновременно бы ею, как опытный штурман, правил моей маленькой лодочкой большого плавания. Но таких в Москве девятнадцатого года не было. Отсюда вся трагическая несовместимость Сонечки, в которой так много было этой старинности, старомодности, этого старинного век назад, какого-то осьмнадцатого века, девичества, этой насущности обожания и коленопреклонения, этой страсти к несчастной любви и суровой послелеволюционной действительности. Одним из последних театров, куда забросила её нелёгкая театральная судьба и где она работала в 1932-1933 годах, был новосибирский ТЮЗ. А так как я жила неподалеку в Академгородке, то меня взволновала мысль о возможности найти какое-нибудь живое свидетельство о ней. Я понимала, это мало что прибавит к уже создавшемуся образу, потому что любящий и равнодушный, тем более недоброжелательный видят разными глазами. А Сонечку не любили. Женщины за красоту, мужчины за ум, актёры мужчины и женщины за дар и те, и другие, и третьи, за особость, опасность особости. тем не менее, я предприняла несколько, честно говоря, не очень энергичных попыток. Позвонила в театр, поспрашивала нашего большого друга Григория Яковлевича Габерника, который писал музыку к спектаклям «Тюзан». Но следов Сонечки отыскать не удалось. Позднее из воспоминаний Веры Павловны Редлих, которая знала Софью Евгеньевну на протяжении всей её жизни и провожала в последний путь, я поняла причины такого полного забвения. Вера Павловна Редлих, народная артистка РСФСР, основатель и главный режиссёр Новосибирского театра «Красный факел», знала Софью Евгеньевну Галидей с момента её появления в трупе Станиславского. Веру Павловну Редлих звали «Женщина-солнце». С душевной болью я читала эти воспоминания. В «Тюзе» Сонечке не повезло. Ей давали роли мальчиков и девочек, требующие от неё чуть ли не акробатических талантов. Ничего не осталось от правдивой, искренней, глубокой, полной поэзии актрисы, какой мы её знали. Всё это более, чем грустно. Наконец, она пришла и сказала «Ну вот, дождались. Мне собираются за неспособность снижать зарплату. Завтра будет местком». Мы попросили разрешения присутствовать на этом заседании. Нас чрезвычайно возмутила оспешность в решении судьбы Сонечки. И что театр не сумел разглядеть тонкость этой молодой актрисы. Мы рассказали, что из себя представляет Сонечка, какое-то дорогое дарование. Решение снизить Сонечкину зарплату отменили, но положение её в театре не изменилось. Через несколько дней она исчезла. Встретилась я с ней уже в Москве. Оказывается, Анастасия Павловна Зуева, актриса Московского художественного театра, другой старый друг Сонечки, устроила ей комнату в Москве, где она поселилась со своим мужем, который очень нежно о ней заботился. Она поступила чтицей в лекционное бюро Московского университета. На конкурсе исполнительной русской классики она за чтение повести Чехова «Дом с мезонином» получила первую премию. Казалось бы, её творческая жизнь наконец наладилась, но тут её настигла неизлечимая болезнь. Она умерла в больнице. Великая Алла Тарасова, мух Сонечки и мы с мужем отвезли её в крематорий. Мужем Сонечки был Михаил Андреевич Абрамовский, актёр и режиссёр одного из провинциальных театров. Он любил её преданно и нежно, но счастливыми они не были. Когда она заболела, он стал попивать, после смерти запил совсем и шагнул, хотя его громко окликали под крышу дома, с которого сбрасывали глыбы льда. После его смерти все письма и фотографии оказались никому не нужны и пропали. Пропала и сама память о Сонечке. Даже сведения о дне её смерти разнаречили. В одном источнике называется 6 сентября 1934 года, в другом 1935, а в повести говорится, что умерла она, когда прилетели челюскинцы, то есть летом 1934 года. Впрочем, так ли это важно? Если она, Сонечка, Софья Евгеньевна Галидей, обрела бессмертие в повести о Сонечке гениальной Марины Цветаевой. Редактор субтитров Корректор А. Корректор А. Сонечка указывает время своего знакомства с Сонечкой. Весна 1919 года. Хотя услышала о ней, не зная, что о ней, раньше, в октябре 1917 года. Она ехала из Москвы в Крым и в тёмном вагоне над головой на верхней полке молодой мужской мужской говорил стихи «Инфанта, знай, я на любой костёр готов зайти, лишь только бы мне знать, что будут на меня глядеть твои глаза». Это из пьесы Павла Антокольского «Кукла инфанты», где роль инфанты была написана специально для Сонечки. Именно в этом тёмном вагоне начался новый, очень плодотворный и интересный, может быть, самый, вопреки всему, счастливый период короткой Марининой жизнью. Потому что для творца нет большего счастья, чем счастье творить. Нет жизни вне творчества. Когда душа пылает, тело становится только сосудом для поддержания этого огня. Иссякает огонь, и жизнь лишается смысла. Марина настолько поразили стихи незнакомого поэта, что она решила познакомиться с их автором. И наипервейшее, что сделала, вернувшись из Крыма, разыскала Павлика Павла Антокольского. Так она его всегда называла. Впрочем, не только она. Описывая эту встречу, которая была вроде землетрясения в повести о Сонечке. Она вспоминает его семнадцатилетним гимназистом, хотя ему тогда было уже двадцать два года. Но пылкий, живой, с огромными тяжелыми жаркими глазами, он остался в ее памяти вечно юным. Она и относилась к нему всегда как к младшему любимому брату. А он к ней как к старшей обожаемой сестре, почитаемой и боготворимой. Сразу поняв и приняв этот дар судьбы, Павлик безоглядно пошел за ней. Пошел пропал, пропал в Брисоглебском переулке на долгий срок. Сидел дни, сидел ночи. Потому что, как пишет Марина в письме к Юркевичу, человеческая беседа одно из самых глубоких и тонких наслаждений в жизни. Отдаешь самое лучшее душу, берешь тоже взамен. И все это легко, без трудностей и требовательности любви. Вот один из ночных диалогов. Марина робко, Павлик. Как вы думаете, можно назвать то, что мы сейчас делаем мыслью? Павлик еще более робко. Это называется сидеть в облаках и править. Павлик Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Однажды зимой 1918 года Павлик привел к Марине своего друга Юрия Завадского, который ее сразу же заворожил. Это Маринина определение. Было собирательное лицо ангела, до того несомненное, что каждая маленькая девочка его бы из своего сна узнала. И узнавала, только прибавлю, с седой прядью. Двадцать лет и седая чистого серебра прядь. Потому и обманывались от самой простой уборщицы до нас с Сонечкой. Весь он был эманацией собственной красоты. Но так как очаг, красота, естественно, сильнее, то все в нем оказывалось недостаточным. А иногда и весь он ее недостойным. Все-таки трагедия, когда лицо лучшее в тебе и красота главное в тебе. Когда товар всегда лицом, твоим собственным лицом, являющимся одновременно и товаром. Я одна подала ему на красоту. Нужно сказать, что он носил свою красоту робко, ангельски. Откуда мне сие. Но это не улучшало, только ухудшало дело. Единственный выход для мужчины до своей красоты не снисходить. Ее презирать. Пре-зри. Гляди поверх. Но для этого нужно быть больше. Он же был меньше. Он сам так же обольщался, как все мы. Все в нем было от ангела, кроме слов и поступков. Слово и дело. Это были самые обыкновенные, полушкольные, полуактерские. Если не лучше его среды и возраста, то и не худшие. И ничтожные только на фоне такой красоты. Его товарищи студийцы относились к нему снисходительно. Вернее, к нам, его любившим, снисходительно. Снисходя к нашей слабости и обольщаемости. Солнце дно, а шагает по всем городам. Солнце моё, я его никому не отдам. Ни на час, ни на луч, ни на взгляд, никому никогда. Пусть погибают с бессменной ночи города. Пусть погибают с бессменной ночи города. В руки возьмут, чтоб не смело вертеться в кругу. Пусть себе руки и губы, и сердце сожгут. Вечную ночь пропадет, погонюсь по следам. Солнце моё, я тебя никому не отдам. Вечную ночь пропадет, погонюсь по следам. Солнце моё, я тебя никому не отдам. Это была песня Любы Качан на стихи Марины Цветаевой, посвященной Юрию Завадскому. Стихи были написаны 96 лет тому назад, а песня 40 лет тому назад, и тогда же исполнена. Солнце одно шагает по всем городам. Солнце моё, я его никому не отдам. Ни на час, ни на луч, ни на взгляд. Никому никогда. Пусть погибают в бессменной ночи города. В руки возьмут, чтобы не смело вертеться в кругу. Пусть себе руки и губы, и сердце сожгут. Вечную ночь пропадет, погонюсь по следам. Солнце моё, я тебя никому не отдам. О нём и ему была написана первая пьеса Марины Цветаевой «Метель». И год спустя знакомство с героем, и год спустя написание, она ему её подарила перед лицом всей третьей студии. А ведь и моей целью было одарить его, возможно, больше. Больше для актёра, когда людей больше, ушей больше, очей больше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Вот тогда-то Цветаева и познакомилась с Сонечкой. Её торжественно представил всё тот же паблик. А это Марина Софьевгеньевна Галидей. И вот как описывает эту встречу сама Марина. Передо мной маленькая девочка, знаю, что Павликина инфанта с двумя чёрными косами, с двумя огромными чёрными глазами, с пылающими щеками. Передо мной живой пожар. Горит всё, горит вся. Горят щёки, горят губы, горят глаза. Несгораемо горят в огне рта белые зубы. Горят, точно от пламени вьются косы, две чёрные косы. Одна на свине, другая на груди. Точно одну костром отбросила. И взгляд из этого пожара. Такого восхищения, такого отчаяния. Такое боюсь, такое люблю. И, конечно же, своим любящим, а потому зрячим сердцем, Сонечка сразу поняла, что Марина единым духом, как пьют, но и как поют. Марина самым певучим, за сердцеберущим из своих голосов читала ему, его, себя к нему. Поняла и приняла Маринину любовь к своему любимому. Для неё, как и для Марины, не существовало обычного женского соперничества. Своего любимого, к более, на её взгляд, достойной, тем более к своей любимой, сама приведёт и вручит. И будет счастлива их счастьем. И хоть она сначала по-женски испугалась, но потом, по-человечески, оскорбилась за Марину. О, Марина, как я за вас тогда испугалась, как я боялась, что вы его у меня отымите, потому что не полюбить вас, Марина, не полюбить вас на коленях немыслимо, несбыточно, просто глупо, потому что я вас уже любила. С первой минуты тогда на сцене, когда вы только опустили глаза читать. А он не полюбил. Да, и теперь кончено. Я его больше не люблю. Я вас люблю. Я его презираю за то, что не любит вас на коленях. Для них обеих, как другие себя, могущих любить исключительно другого, была неприемлема его любовь только к себе. И никого-то он не любит, отродясь не любил, кроме своей сестры Верочки, да меня няньки, прохладный он у нас. Ну, какое это имеет значение? Стоил или нет заводский любви Марины или Сонечки? Стоили ли её все прочие любимые? Спасибо им, что зажгли в любящих сердцах тот огонь, который, переплавленный в строчки, полотна, звуки, мрамор, обессмертил и Творца, и его музу. Любовь к нему, придуманному ими обеими, и не любившему ни одну из них, и к Сонечке, которая любила их обоих, вылилась в небывалый творческий подъём. Ему дело прошлое, и всему этому уже почти 20 лет, его тогдашний возраст. Моя стихотворная росы, комедиант, ему о нём, о живом тогдашнем нём, моя пьеса Лозен, Фортуна. И ему моя пьеса Каменный ангел. Каменный ангел на деревенской площади, из-за которого невесты бросают женихов, жёны, мужей, вся любовь, всю любовь, из-за которого все травились, постригались, а он стоял. Его тени в моих и на моих стихах к Сонечке. Но о нём другая повесть, сказанная только, чтобы уяснить Сонечку, показать, на что были устремлены, к чему были неотторожимо прикованы, чем были до краёв наполнены, и от чего всегда переливались её огромные цвета конского каштана глаза. Он и она были неразделимы для Марины, любившей их обоих. И для Сонечки она создаёт роль Мими в «Приключении», Авроры в «Каменном ангеле», Розанетты в «Фортуне», Франциски в «Фениксе». Преста моя осанка, Нищ мой домашний кровь, Ведь я островитянка С далёких островов. Живу, никто не нужен, Зашёл, ночей не сплю, Загреть чужому ужин Жильё своё спалю, Загреть чужому ужин Жильё своё спалю, Склянул, так и знакомый Сошёл, так и живи. Просты наши законы Написаны в крови, В луну заманим с неба Ладонь калемела, Но ушёл, как не был, И я, как не была. Гляжу на след ножовый, Успеет ли зажить До первого чужого, Который скажет пить, До первого чужого, Который скажет пить. Любовь, любовь, И в судорогах, И в гробе Насторожусь, Прильщусь, Смущусь, Рванусь. Всё, всё ей, Сонечка, было дано, Чтобы быть без ума, без души, На коленях, Любимой. И дар, и жар, и красота, И ум, И неизъяснимая прелесть, И всё это в её руках Было прах, Потому что она хотела Сама любить. Сама любила. Ах, Марина, Как я люблю любить. Как я безумно люблю Сама любить. Ах, Марина, 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 Какие они все Дикие дураки. Те, кто не любят, Сами не любят. Точно в том дело, Чтобы тебя любили. Я не говорю. Конечно, Устаёшь, Как в стенку. Ну, вы знаете, Марина, Нет такой стены, Которую бы я не пробила. Ведь и Юрочка Минуточками У него почти любящие глаза. Но у него, У меня такое чувство, Нет сил сказать это. Ему легче гору поднять, Чем сказать это слово. Потому что ему Нечем его поддержать. А у меня за горою Ещё гора, Ещё гора, Ещё гора Целые Гималайи Любви. Я в жизни Не уходила первая. Я просто не могу. Я всегда жду, Чтобы другой ушёл. Всё делаю, Чтобы другой ушёл. Потому что Мне первой уйти. Легче перейти Через собственный труп. Ты меня никогда не прогонишь, Не отталкивают весну. Ты меня и перстом не тронешь, Слишком нежно пою ко сну. Ты меня никогда не ославишь, Моё имя Вода из уст. Ты меня Никогда не оставишь. Дверь открыта, И дом твой пуст. На Сонечку нужен был поэт. Большой поэт. То есть Такой же Большой человек, Как поэт. Марина и была Таким человеком. Это были родственные души. Для них любить Означало Прежде всего Одаривать. Была Смертная надоба Подарить другому Самое дорогое, Что есть в человеке Душу. Кто способен Не только понять И оценить такую душу, Но и принять на себя Ответственность за неё. Разделить тяжесть Этой души. Кому это по силу? Только равному Или любящему. Но равному И свою девать некуда. Потребность Отдать Есть, А взять Некому. Бесприютная душа, Не находя успокоения, Обольщаясь И разочаровываясь, Несёт себя На вытянутых руках. Возьмите, Только возьмите, И вам за это Моя вечная любовь. Винна в Аталия, Винна в Аталия, Винна в Аталия, Что люблю, Винна в Аталия, Что мой голос дрожал, Когда пела, Я песню ему. Винна в Аталия, Что мой голос дрожал, Когда пела, Я песню ему. Винна в Аталия, Сама виновата во всём, И не стану Его упрекать. Ах, зачем же, зачем В эту лунную ночь Позволяла себя обнимать? Ах, зачем же, зачем В эту лунную ночь Позволяла себя обнимать? Винна в Аталия, Винна в Аталия, Винна в Аталия, Что люблю, Винна в Аталия, Что мой голос дрожал, Виновата ли я, что мой голос дрожал, Когда пела я песню ему? Марина, почему я так люблю плохие стихи? Так любя ваши, и Павлика, и Пушкина, и Лермонтова, Вполненный жар, Марина, как это жжет! И всегда себя чувствую и им, и ею, и лежу, Марина, в долине Дагестана, И рано и дымлюсь. И одновременно Марина, в кругу подруг, задумчива одна, И в чудный сон душа моя младая, Бог знает, чем всегда погружена. Все стихи, написанные на свете, про меня Марина, для меня, мне Марина. Поэтому я никогда не жалею, что их не пишу. Марина, вы поэт, скажите, разве важно, кто? Разве есть кто? Сейчас зайду, дом за разумом, но вы поймете. Марина, разве вы все это написали? Знаю, что ваша рука. Гляжу на нее и всегда только с великим трудом удерживаюсь, чтобы не поцеловать на людях. Не потому что эти идиоты в этом видят рабство, институтство, истерику, а потому что вам, Марина, нужно целовать на всех людях, бывших, сущих и будущих, а не на трех-четырех знакомых. Я вам за всю вас, Марина, целую руку руки. А вовсе не только за одни стихи. И за ваши шкафы, которые вы рубите, кажется, еще больше. Я всегда обижаюсь, когда говорят, что вы замечательный поэт. И пуще всего, когда гениальный. Это Павлик гениальный, потому что у него ничего другого за душою нет. А у вас – вас же, все, вся вы. Перед вами, Марина, перед тем, что есть вы, все ваши стихи, такая чуточка, такая жалкая, крохотка. Вы не обижаетесь? Мне иногда просто смешно, когда вас называют поэтом. Хотя выше этого слова нет. И, может быть, и дела нет. Но вещи есть. И все эти вещи – вы. Если бы вы не писали стихов, ни строчечки, были бы глухонемая, немая, как мы с русалочкой, вы все равно были бы та же, только с зашитым ртом. И я бы вас любила. Нет, не еще больше, потому что больше нет. А совершенно так же – на коленях. И вот, Марина, так любя ваши стихи, я безумно, безнадежно, безобразно, позорно люблю плохие. О, совсем плохие. Не Нацина, я перед ним преклоняюсь. И не Апухтина за очи черные. А такие, Марина, которые никто не писал и все знают. Стихи исчезать декламатора, Марина. Теперь поняли? Ее в грязи он подобрал, Чтоб угождать ей, красть он стал. Она в довольстве утопала и над безумцем хохотала. Он из тюрьмы ее молил. Я без тебя душой изныл. Она на тройке пролетала и над безумцем хохотала. И в конце концов его отвезли в больницу, и он умирал. Она плясала, пила вино и хохотала. Ой, я бы ее убила. И кажется даже, что когда он умер, и его везли на кладбище, она за громом шла и хохотала. Ну, может, это я уж сама выдумала, чтобы еще больше ее ненавидеть. Потому что я такого никогда не видела, чтобы за громом шли и хохотали. А вы? Ну, вы, может быть, думаете, это плохие? Тогда слушайте. О, господи, господи, забыла, 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 как начинается, только помню, как кончается. Аграл был демонский хорош, а я в потьмах точила нож. Аграл был демонский хорош. Стойте, стойте. Взметнулась красная штора в его объятиях сестра. Тут она их обоих убивает, и вот в последнем куплете сестра лежит со скаленным страшным лицом, аграл был демонский хорош. А бледно-палевую розу знаете? Он встречает ее в парке, а может быть, в церкви. Ей 16 лет, и она в белом платье, и бледно-палевая роза дрожала на груди твоей. Потом она, конечно, опускается в разврат, и он встречает ее в ресторане с военными, и вдруг она его видит. В твоих глазах дрожали слезы, кричала ты, вина, скорей! И бледно-палевая роза дрожала на груди твоей. А потом она умерла, Марина, и лежит в гробу. А он подходит к гробу и видит. В твоих глазах застыли слезы, и потом уже не знаю, что на ней, и бледно-палевая роза дрожала на груди твоей. Дрожала, понимаете, на недышащей груди. Но это еще не все, Марина. Это еще как-то сносно, потому что все-таки грустно. А есть совсем глупости, которые я безумно люблю. Вы это знаете? Родилась, крестилась, женилась, благословилась, родила, крестила, родила, крестила, женила, благословила, умерла. Вот и вся женская жизнь. А это, вы знаете, перо мое писало, не знаю для кого. А сердце подсказало для друга моего. Дарю тебе собачку, прошу ее любить. Она тебя научит, как друга полюбить. Любить, полюбить. Разве ты стихи, Марина? Так и я могу. А я и перо вижу, непременно гусиное, все изгрызанное. А собачка Марина с вьющимися ушами, серебряно-шоколадная, с вот-вот заплачущими глазами. У меня самой бывают такие глаза. Теперь, Марина, на прощание мои самые любимые. Я серьезно говорю. Любимее ваших. Крутится, вертится, шар голубой, шар голубой, побудь ты со мной. Крутится, вертится, хочет упасть, кавалер-барышню хочет украсть. Нет, Марина, не могу. Я это вам спою. Сонечка вскакивает, заносит голову, потом, подойдя и становясь над Мариной. Крутится, вертится, шар голубой, Крутится, вертится, над головой. Крутится, вертится, хочет упасть, кавалер-барышню хочет украсть. Где-то улица, где-то дом, где-то барышня, что я влюблен. Ах, вот эта улица, вот эта дома, вот эта барышня, что я влюблен. Теперь скажите, Марина, вы это понимаете? меня такую можете любить? Потому что это мои самые любимые стихи, потому что это блаженство. Кавалер-барышню хочет украсть. Что к этому прибавить? А вот ещё это, Сонечка, тихо дрогнула бортьера, принимала комната шаги, голубого кавалера и слуги. Всё вам тут, кроме барышни и шара. Но шар, Сонечка, земной. А от барышни он идёт. Она уже позади. Кончилась. Он её уже украл. И потом увидел, что незачем было. Почему? А потому что это был поэт, которому не нужно было украсть, чтобы иметь. Не нужно было иметь. А если бы это я была, он бы тоже ушёл? Нет, Сонечка. Марина, вы меня всегда будете любить. Марина, вы меня всегда будете любить. Потому что я скоро умру. Я совсем не знаю, отчего. Я так люблю жизнь. Но я знаю, что скоро умру. И потому, потому всё так безумно, безнадёжно люблю. Видно было, что она сама от любви к нему и ко мне, и ко всему умирает. Революция не революция. пайки-не пайки, большевики-не большевики, всё равно умрёт от любви, потому что это её призвание и назначение. Ничего другого не делает и делать не намеренно. мне, мне ведь только от человека нужно люблю. И больше ничего. Пусть потом что угодно делает, как угодно не любит. Я делам не поверю, потому что слово было. Я только этим словом и кормлюсь, Марина. Вот потому так и отощала. А главное, я всегда целую первое. Так просто, так же просто, как шму руку, только неудержимое. Просто никак не могу дождаться. Поэтому каждый раз ну кто тебя тянул, сама виновата. Я ведь знаю, что это никому не нравится, что они все любят кланяться, клянчить, искать случаев, добиваться, охотиться. А главное, я терпеть не могу, когда другой целует первый. Так я, по крайней мере, знаю, что я этого хочу. Сонечка была из 18 века, когда от женщины не требовали мужских принципов, а довольствовались женскими добродетелями, не требовали идей, а радовались чувствам. И во всяком случае радовались поцелуем, которыми в 19-м году она только пугала. Сонечка, откуда при вашей безумной жизни не спите, не едите, плачете, любите, откуда у вас этот румянец? А, Марина, да ведь это же из последних сил. А сколько я говорю, Марина, и объясняю, из кожи, из глаз, из губ, лезу, и никто не понимает. Сонечкин румянец был румянец героя, человека, решившего гореть и греть. Пожирающий огонь мой конь, он копытами не бьет, не ржет, где мой конь дохнул, родник не бьет, где мой конь дохнул, трава не растет, ох, огонь мой конь, несытый едок, ох, огонь на нем несытый ездок, с красноигривою свелись волоса, огневая полоса в небеса. Я часто видела ее по утрам после бессонной со мной ночи, в тот ранний час после поздней, поздней беседы, когда все лица, даже самые молодые, цвета зеленого неба в окне, цвета рассвета, но нет. Сонечкина маленькая темноглазое лицо горело, как непогашенный розовый фонарь в портовой улочке. Да, конечно, это был порт, и она фонарь, и все мы, тот бедный, бедный матрос, которому уже опять пора на корабль мыть палубу, глотать волну. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, ландыш. Ландыш, ландыш белоснежный, ландыш белоснежный, роза аленькой, каждый говорил ей нежно, моя маленькая, ликом чистая иконка, пеньем пеночка, и качал ее тихонько на коленочках, ходит вправо, ходит влево Божий маятник, и кончалось все припевом моя маленькая. Божьи думы нерушимы, путь указанный, маленьким не быть большими, вольным связанными, и восстал, в кого не целят девки пальчиком, Божий ангел встал с постели вслед за мальчиком, будешь цвесть под райским древом роза аленькой. Так и кончилось с припевом моя маленькая. Словно теплая слеза с неба капнуло в глаза, там, в небесной вышине, кто-то вспомнил обо мне. Субтитры создавал DimaTorzok Заря пылала до горая, солдатики шагали в ряд. Мне мать сказала, умирая, надень мальчишеский наряд. Вся наша белая дорога, у них мальчоночков в горсти, девчонки самой длинноногой, все же дальше сердца не уйти. Мать плакала, солдаты пели, и все, пока не умерла, подрагивал конец постели. Она танцовщицей была. И если сердце, разрываясь, без лекаря снимает швы, знай, что от сердца голова есть и есть топор от головы. В мое окошко дождь стучится, скрипит рабочий над станком. была я уличной певицей, а ты был княжеским сынком. Я пела про любовь злодейку, и с раззолоченных период ты мне не ручь и не копейку, ты мне улыбку подарил. Но старый князь прознал затею, сорвал он сына ордена и повелел слуге лакею прогнать девчонку со двора. И напилась же я в туночку, зато в блаженном мире том была я княжеской дочкой, а ты был уличным певцом. Твои руки черны от загара, твои ногти белее стекла. Сигаре, раскрути мне сигару, чтобы дымом любовь изошла. Спросят люди, идущие мимо, что с глазами-то? Свет что ли мемил? А я тихо отвечу, от дыма, а я девчонку свою продымил. Маленькая сигарера, смех и танец всей Севильи, что тебе в том длинном-длинном чужеземце длинноногом. Оттого, что ноги длинны, не суди, приходит первым. И у цапли ноги длинны, все на том же на болоте. Не видаль, что белорукон, и у кошки ручки белы, оттого, что белы ручки, не суди, ласкает лучше. Не видаль, что белокорон, и у пены перья белы, и у дыма кудри белы, и у куры перья белы. Берегись того, кто утром подымается без песен, берегись того, кто трезвым, как капель, ко сну отходит, кто от женщин и от солнца прячется в собор в погреб, как чумы бежит загару, как ножа бежут улыбки, стыды, скромности Гаррера, украшение для девицы, украшение для девицы, поздравление для мужчины, оттого, малютка, сердце, маленькая сигарера, ты новоприложение, поищи для красных губок, губки красные, как розы, нынче пышут, завтра вянут, жалко их на привидения и живой души на карту. Два дерева хотят друг к другу, два дерева, напротив дом мой, деревья старые, дом старый, я молода, а то, наверное, чужих деревьев не жалела. То, что поменьше тянет руки, как женщина из сил последних вытянулось смотреть жестоко, как тянется к тому другому, что старше, стойче и, кто знает, еще несчастнее быть может. Два дерева в пылу заката или под дождем и еще под солнцем всегда-всегда одно к другому. Таков закон одно к другому. Закон один одно к другому. Субтитры создавал DimaTorzok Заря Малиновые полосы разбрасывает на снегу, а я пою нежнейшим голосом любезной девушки судьбу о том, как редкостным растением цвела цвела в светлейшей из теплиц в высокосвецком заведении для благороднейших девиц, как белым речиком в передничек ныряла при словце жених, и как перед самим наследником на выпуске читала стих, и как чужих сирот проказников водила в храм и на бульвар, и как потом домой на праздники приехал первенец гусар. Гусар Еще не кончив с куклами Ах, в люльке мы гусара ждем Весь дом вверх дном Букварь вниз с буквами Давайте дух переведем Посмотрим Как невинно розовый цветок сажала на хвоянс Проверим три старинных козыря Пасьянс Романс и Контраданс Во всей девчонке ни кровиночки вся как косыночка бела махнула вслед ему косыночкой с хутаном помахал седла и как потом к старухе чопорной под ноги бросилась как сноп и как сам граф ногами топая ее с крыльца спустил в сугроб и как потом с кулечком капельным отцу ненадобным детем в царевом доме воспитательном прощалась и как потом предавши розовое личико пустопорожним мотылькам служила бедное девичество его величество полкам и как художником безбожником в долг одолжала красоту и как потом с вором острожником толк заводила на мосту и как рыбак на дальнем взморье нашел двух туфелек следы вот вам печальная история а мне за песню две слезы half лис anstитут прям и age a of a a a a a a a a a У каждого хоть раз в жизни была такая Сонечка. Был рядом такой человек, который требовал полной душевной отдачи, интенсивной её работы. А мы далеко не всегда можем жить на самую свою глубину. Это трудно, устаёшь, и порой хочется простоты и покоя. Помните, у Ахматовой, я научилась просто мудро жить. А у Цветаевой, я счастлива жить образцово и просто. Но такая простота дорого обходится. За неё приходится душой же и расплачиваться. Потому что душе нужна высота. И только в полёте она счастлива. Музыка 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 Продолжение следует...